друзья привет привет все хорошо я не помер слава богу от реанимации отказался от госпитализации отказался сейчас мы в городе славутич уже я снимаю хожу здесь видосы здесь очень классно мы сидим в парке здесь очень красиво сосны как сказала лена сосны в центре города хотя тут странного настолько маленький что здесь куда как-то так как будто везде центр здесь окраин и центр сразу же посредине средней части как будто бы нет значит что произошло со мной после того как мы пробрались в электричку дам и пробрались в электричку из припяти которая шла славутич в общем с мы нас было трое и третий наш попутчик сбежал то есть мы он сбежал в момент когда я полез под электричку можете себе представить то есть мы пролезли под платформой блин я сейчас начинаю спойлерить я не хочу стали я не буду больше спойлерить братцы это тема для отдельного видео короче мы он сбежал в момент в самый ответственный момент он просто исчез я выложу смотр оборачиваю ся его нет в общем мы немножко понервничали мы такие залезли все получилось бежать его искать на семи ходах ну просто не было никакой возможности он принял он взрослый человек не ребенок принял осознанное решение вот когда мы залезли внутрь уже вот я ему позвонил спросил ты куда пропал он сказал что я испугался я не могу для меня это чересчур в общем одним словом он пошел сдаваться вот потом мы отправились славутич тут мы переночевали у нашего друга вот и он попросил его не показывать но не его не его дом как бы уважая его желание вот я этого делать конечно же не буду и значит так как-то вышло здесь цветет амброзия а я аллергик у меня аллергия на некоторые вещи ну и кроме того в детстве у меня была астма и астма была в тяжелой форме кроме того был обструктивный хронический бронхит эмфизема ну там целый букет и наверное последние лет десять у меня вроде как велотекущая ремиссия вот даже наверное лет 15 то есть я не пользуюсь лекарствами я в больнице был последний раз но наверное чтобы не соврать лет восемнадцать назад девятнадцать вот что-то в этом роде флюорографию делали и флюорография это что-то типа рентгена и значит у меня возникла дикая аллергия вот я принял у меня всегда из собой на всякие пожарные противоаллергические препараты я их принял но они не сработали видимо аллерген был очень сильный и я мучился всю ночь в интернет нам показал что ближайших аптек нет мне было как-то неудобно будить моих друзей вот я за все надеялся что как-то меня попустит она все не попускала в итоге это все переросло в приступ тяжелейший приступ астмы утром пошли в аптеку купили препаратов кое-как сбили его но через некоторое время он начался он как бы полностью не ушел его чуть-чуть подавили а потом он начался опять с удвоенной силой и я уже начал вырубаться и мы пошли просто нас повезли но наши друзья повезли нас в неотложку вот ну и там меня начали уже колоть орать на меня что я в общем дебил что я ждал двое суток хотя у меня уже приступ перешел в состояние перманентного состояния организма и как теперь организм вывести непонятно и меня надо ложить за меня надо платить деньги у меня никаких деклараций с врачами нет просто потому что к врачам я ходил последний раз я же говорил 18 лет назад соответственно короче не там все начали нервничать накололи меня и в тот момент когда я делал фотки и выкладывал вот те выложенные фотки в сообществе это как раз они решали ну что меня надо уже в реанимацию вести в итоге меня отвезли в приемный покой там меня посмотрел врач и как раз начали действовать препараты меня слегка попустило я сказал что наверное я не хочу в больницу потому что сегодня мы собирались ехать я это было рискованно но я все-таки надеялся что все ну как-то пройдет вот все таки ну меня там помогли мне сделали уколы сделали уколы гормонов хотя я не гормонозависимый я их не принимаю не принимал но видимо вот поэтому они так хорошо сработали потому что я никогда их не принимал одним словом написали мне список аптечный вот у нас как раз хватило там ну понимаете мы в путешествии у нас собой нету миллионов денег вот какие-то деньги которые мы с собой взяли конечно же но там они есть но они начали быстро подходить к концу вот из-за непредвиденных трат разнообразных ну и в общем да слава богу все миновало я уже хорошо дышу спокойно я в шоке подобный приступ у меня был но наверное лет восемь назад такой сильный такой жесткий вот я даже я даже ингалятор с собой не вожу что вы понимали вот эту пшикалку вот у вас у всех осматиков эти пшикалки я я ее даже я даже не знаю где она лежит понимаете то есть это было реально не очень непредвиденная ситуация из ряда вон я и предположу я в припяти уже ну не сплю на я в припяти могу даже спать в квартирах там где он очень много пыли и я нормально это переношу хотя еще три года назад я чувствовал мне ну в общем я чувствовал что начинается аллергия я чувствовал нос глаза вот дыхание могло ну дыхание как такового приступа не было но я мог начинают ну как бы начинать чувствовать некий дискомфорт что организм реагирует на аллергия реагирует на пыль вот и потому что пыли в квартирах припяти сами понимаете немеряное количество но сейчас вообще ну все окей и это было как снег на голову тем не менее все хорошо все случилось на свой день рождения сделал как и хотел очень безумную штуку которую никто до меня раньше не делал мы с леной получили незабываемый опыт действительно незабываемый и он выйдет в ближайшее время я думаю на этих выходных этот опыт уже выйдет а что у тебя в дочке лена это каша которую лена нашла только что в своем рюкзаке и в припяти еще мы ее туда насыпали я думаю надо сейчас отдать ее животным каким-то или птицам в общем братцы все хорошо но пасаран мы прорвались а да еще была странная ситуация когда мы приехали в неотложку какой-то водитель не хотел пускать меня внутрь я с приступом и у меня так выбесил вижу я уже я ему говорю вася ты со мной драться хочешь ли шо ну то есть я уже был готов его тупо лупить там потом а мой друг как расставил машину и потом он уже тоже он тоже подошел и водитель на него начала доходить что он что-то он делает не так он убежал в эту самую внеотложку и закрылся там на ключ представляете ну неадекватный вообще персонаж то есть когда я сказал что типа ну ты хочешь с ним драться типа что ну короче что я готов с ним драться и что он уже увидит что он меня бесит что я сейчас его рубану еще идет и приближается мой друг он понял что сейчас ему может на орехи перепасть и он в общем он убежал внутрь закрылся на ключ пока не спустились врачи не открыли не пустили нас в общем бывают такие персонажи конечно город слову течь очень классный очень мне нравится здесь есть всего один единственный автобус который ходит по кругу больше никакого общественного транспорта нет город небольшой город очень красивый чистый ухоженный жители припяти блин вы живете в прекрасном городе просто в прекрасном и я его покажу покажу более подробно вот чуть позже когда буду делать видео все будет по порядку так что теперь мы движемся домой всем пока всем кто меня поддержал большое спасибо не переживайте кризис миновал хоп-хоп